Электрическая цепная пила, какую выбрать для строительства и дачи. 1 октября 2016 года рано или поздно каждый владелец дачи или частного подворья решает купить цепную пилу. Остановиться на бензиновой или лучше электрическая цепная пила, какую выбрать, зависит от многих факторов. Мы расскажем об электрических пилах, компоновке, использовании, обслуживании. Выбор инструмента останется за вами. Сфера использования цепной и сетевой пилы, где раньше пользовались ножовкой, как нож, маслом режет древесину, сабельная пила. А пилки получаются мелкими, работать можно в тесноте. Лучковую пилу и обыкновенную двухручку заменят цепная пила, электрическая или бензиновая. Если работа связана с валкой леса и разделкой кряжей в лесу, альтернативы нет, только мощный бензиновый профессиональный инструмент вам в помощь. Как выбрать электрические цепные пилы для хозяйственных работ, распиловки бревен на чурочки, разрезанию досок, перболя, бруса, древесных отходов, формированию кроны деревьев. Если есть сетевое электричество, уличные работы не доставят беспокойства соседям. Разделку электропилой можно ввести в закрытом пространстве, выхлопных газов нет. Одно табу, работать в сырости или под дождем запрещается категорически. Как выбрать электрическую цепную пилу по мощности и компоновке, зависит от ее назначения. Если работать придется изредка и недолго, нужно покупать пилу для бытовых нужд. Если работа с древесиной является профессией, потребуется другой инструмент. Производители строительного инструмента давно и прочно лидерами в производстве цепных пил являются компанией Makita, Bosch Steel Champion. Их изделия более эргономичны и просты в эксплуатации. Какую электрическую цепную пилу выбрать любителю, рекомендуем, марки Champion, достойно и недорого. Но внедрение инноваций, блокировок, электроники разрабатывается как ноу-хау именно на этих площадках. Выбор цепной пилы не ограничивается перечисленными компаниями. Следом за именитыми брендами производства пил освоили и добились неплохих показателей компании Entersco, Zenit, Ford, FK. Это далеко не полный список производителей. Следует знать по каким показателям выбирать инструмент. Технический показатель электропил. Мощность двигателя является определяющим показателем выбора электрической цепной пилы. Работая за городом и на даче нет гарантий, что в сети стабильно 220 вольт. Инструмент не может работать на полную мощность, перегревается и может преждевременно выйти из строя. Поэтому нужно использовать стабилизатор или покупать более мощный аппарат. Чем мощнее пила, тем она дороже и тяжелее. Компоновка корпуса в зависимости от расположения двигателя. Присмотритесь к обводу пилы. Если изделие узкое и длинное, двигатель расположен вдоль оси, балансировка прекрасная, работать можно без устали длительное время. Универсальный прибор за счет продольного расположения двигателя. Установленная переходная коническая муфта удорожает прибор на несколько тысяч. При поперечном расположении пила становится короче при той же длине шины. Это любительский вариант инструмента. Он прекрасно пилит дрова и все, что сверху вниз. Таким компактным прибором удобно работать профессионалом, собирая стропильную конструкцию. Какую цепную пилу выбрать по компоновке нужно решать, имея в виду, продольная пила прослужит раза в два дальше. Чем длиннее шина, тем толще бревно пила распилит. Стоить она будет дороже. Для бытового пользования лучший вариант полотна 30-40 см. Для комфортной и безопасной работы необходимо оснащение цепным тормозом, защитой двигателя от перегрева, плавным пуском тормозом двигателя. Советы по выбору пилы от профессионала. Если намечается строительство дома из кругляка, то в арсенале должна быть бензиновая и электрическая пила. Каждый инструмент рассчитан по свой сектор работы. Как выбрать цепную пилу с привязкой к сети? Выбрав модель, поинтересуйтесь, есть ли в вашем районе сервисный центр по обслуживанию продукции, расходниками, запасными частями. Почитайте отзывы не о компании, а о работе инструмента вашей марки. Убедитесь, что инструкция не ксерокопия, нормальный типографский экземпляр. Пила должна удобно лежать в руках, не вызывать дискомфорта. Чем мощнее электропила, тем больше надежда, что просадка напряжения не помешает работе. Пила среднего фермерского класса наиболее надежный вариант, промежуточный между профессионалом и любителем. Электрические пилы дешевле, проще в эксплуатации и позволяют работать в закрытом контуре. Советы по уходу за инструментом Обратите внимание, двигатель может перегреться от повышенной нагрузки. Причина – не проступает масло на смазку цепи. Необходимо перед работой и в процессе проверять поступление масла на цепи и его уровень. Проверить поступление легко. Расположите резак вдоль полосы газетной бумаги или картона и запустите пилу. Если микробрызги с цепи оставили на газете «Масляный луч», значит масло поступает. Используйте рекомендованное или минеральное масло. Считается, острая цепь определяет работу пилы. Вначале пила входит в древесину без усилий, потом вы начинаете налегать на нее. А надо просто подточить специальным приспособлением – надфилем или напильником. Не умеете точить, поставьте новую аэту, сдайте точильщику ножей в ближнем киоске. Помните, тупая цепь не только нагрузка на руки, но и на двигатель. При больших перерывах в работе храните цепь обмасли. Сфера использования цепной сетевой пилой. Как выбрать электрические цепные пилы для хозяйственных работ? Распиловки бревен на чурочки, разрезанию досок, перболя, бруса, древесных отходов, формированию кроны деревьев. Если есть сетевое электричество, уличные работы не доставят беспокойства соседям. Разделку электропилой можно ввести в закрытом пространстве, выхлопных газов нет. Одно табу – работать в сырости или под дождем запрещается категорически. Как выбрать электрическую цепную пилу по мощности и компоновке, зависит от ее назначения. Если работать придется изредка и недолго, нужно покупать пилу для бытовых нужд. Если работа с древесиной является профессией, потребуется другой инструмент. Производители строительного инструмента. Давно и прочно лидерами в производстве цепных пил являются компании Makita Bosch Steel Champion. Их изделия более эргономичны и просты в эксплуатации. Какую электрическую цепную пилу выбрать любителю, рекомендуем марке Champion. Достойно и недорого. Но внедрение инноваций и блокировок электроники разрабатывается как ноу-хау именно на этих площадках. Выбор цепной пилы не ограничивается перечисленными компаниями. Следом за именитыми брендами производства пил освоили и добились неплохих показателей компании Entersco, Zenit, Ford, FK. Это далеко не полный список производителей. Следует знать по каким показателям выбирать инструмент. Технические показатели электропил. Мощность двигателя является определяющим показателем выбора электрической цепной пилы. Работая за городом и на даче нет гарантии, что в сети стабильно 220 вольт. Инструмент не может работать на полную мощность, перегревается и может преждевременно выйти из строя. Поэтому нужно использовать стабилизатор или покупать более мощный аппарат. Чем мощнее пила, тем она дороже и тяжелее. Компоновка корпуса в зависимости от расположения двигателя. Присмотритесь к обводу пилы. Если изделие узкой длинной двигатель расположен вдоль оси, балансировка прекрасная, работать можно без устали длительное время. Универсальный прибор за счет продольного расположения двигателя. Установленная переходная коническая муфта удорожает прибор на несколько тысяч. При поперечном расположении пила становится короче при той же длине шины. Это любительский вариант инструмента. Он прекрасно пилит дрова и все, что сверху вниз. Таким компактным прибором удобно работать профессионалом, собирая стропильную конструкцию. Какую цепную пилу выбрать по компоновке нужно решать, имея в виду, продольная пила прослужит раза в два дальше. Чем длиннее шина, тем толще бревно пила распилит. Стоить она будет дороже. Для бытового пользования лучший вариант полотна 30-40 см. Для комфортной и безопасной работы необходимо оснащение цепным тормозом, защитой двигателя от перегрева, плавным пуском тормозом двигателя. Советы по выбору пилы от профессионала. Если намечается строительство дома из кругляката, в арсенале должна быть бензиновая и электрическая пила. Каждый инструмент рассчитан по свой сектор работы. Как выбрать цепную пилу с привязкой к сети? Выбрав модель, поинтересуйтесь, есть ли в вашем районе сервисный центр по обслуживанию продукции и расходниками, запасными частями. Почитайте отзывы не о компании, а о работе инструмента вашей марки. Убедитесь, что инструкция не ксерокопия, нормальный типографский экземпляр. Пила должна удобно лежать в руках, не вызывать дискомфорта. Чем мощнее электропила, тем больше надежда, что просадка напряжения не помешает работе. Пила среднего фермерского класса наиболее надежный вариант, промежуточный между профессионалом и любителем. Электрические пилы дешевле, проще в эксплуатации и позволяют работать в закрытом контуре. Советы по уходу за инструментом. Обратите внимание, двигатель может перегреться от повышенной нагрузки. Причина – не проступает масло на смазку цепи. Необходимо перед работой и в процессе проверять поступление масла на цепи и его уровень. Проверить поступление легко. Расположите резак вдоль полосы газетной бумаги или картона и запустите пилу. Если микробрызги с цепи оставили на газете масляный луч, значит масло поступает. Используйте рекомендованное или минеральное масло. Считается острая цепь определяет работу пилы. В начале пила входит в древесину без усилий, потом вы начинаете налегать на нее. А надо просто подточить специальным приспособлением – надфилем или напильником. Не умеете точить, поставьте новую аэтус, дайте точильщику ножей в ближнем киоске. Помните, тупая цепь не только нагрузка на руки, но и на двигатель. При больших перерывах в работе храните цепь в масле. Продолжение следует...